В украинской политике все вернулось на круги своя, на центральную площадь Киева. В 2004 году оранжевая революция начиналась здесь, на Майдане Назалежности, в Киеве. Это событие, безусловно, сильно изменило политическую жизнь Украины и поставило ее на рельсы евроинтеграции. 9 лет спустя люди опять на площади, но в этот раз, потому что их президент передумал. В то время как эти демонстранты негодуют из-за такого решения... Мы должны бороться за независимость Украины. Мы должны сражаться за наше будущее. Другие люди считают, что Украина, возможно, избежала многих проблем благодаря этому. Послухайте, орать вы всегда можете. Мы это знаем прекрасно. Думаете, в составе Евросоюза украинцы станут жить лучше? Не обольщайтесь. Спросите у таких стран, как Польша или Венгрия. Они присоединились к ЕС и к Еврозоне, и это уничтожило их собственную промышленность. ЕС сейчас находится в тупике, и ему нечего предложить Украине. Спустя несколько часов после того, как украинское правительство приняло свое решение, появились сообщения о телефонном разговоре президента Украины с его литовским коллегой. Янукович заявил, что Россия путем экономического шантажа вынудила Киев отказаться от подписания соглашения с ЕС. Я не знаю, о чем разговаривал президент Украины с президентом Литвы. Может быть, у американских друзей спросить, они подскажут. Если считать шантажом слова о том, что экономическая интеграция Украины с ЕС лишит ее торговых привилегий в отношениях с Россией, то как относиться к таким заявлениям европейских официальных лиц? Я не согласен с тем, что соглашение можно подписать и позднее. Это будет очень сложно. Слишком много неопределенности. Украина упустила шанс устранить главное препятствие на пути интеграции с ЕС. Что касается давления. Мы сейчас, вот сегодня, когда услышали о том, что, я вчера только об этом узнал, что Украина приостанавливает, не прекращает, а приостанавливает процесс подписания договора с Евросоюзом, по сути, мы услышали угрозу со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины. Евросоюз заявил, что не станет выплачивать Украине компенсации, если она понесет убытки после сотрудничества с ним. Тогда Киев решил создать трехстороннюю комиссию при участии Москвы и Брюсселя, чтобы найти способ уменьшить эти потери. Это значит, что Янукович скорее откладывает принятие соглашения, чем отказывается от него. Оппозиция при этом заявляет, что продолжит выходить на улицы, требуя объявить президенту импичмент. Алексей Рашевский, РТ, из Киева.